Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Китай не ведет никаких переговоров с Украиной о возможном предоставлении ей гарантии безопасности. Об этом заявил директор Европейского департамента Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Лутун по итогам виртуального саммита Европейской Союз-Китай. Ван Лутун отметил, что не знает, получал ли Китай запросы от украинской стороны относительно участия в соглашении, согласно которому Украина получит стран-гарантов ее безопасности. Ранее китайские официальные лица утверждали, что не получили от Киева никаких запросов на это тело. Китай упоминался среди прочих стран-гарантов после стамбульского раунда переговоров украинской и российской делегаций. Тогда было сообщено, что украинская делегация передала российской свои предложения относительно окончания войны, развязанной Россией против Украины, с механизмом предоставления Украине гарантий со стороны постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И, очевидно, что Китай оказался в этом списке именно потому, что является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Однако мы не знаем, вела ли Украина какие-либо предварительные консультации с Китаем, как и с другими государствами членами Совета Безопасности ООН о предоставлении ей гарантий. И вообще может ли быть дееспособным механизм предложенной украинской делегации. Некоторые страны Запада уже заявили о готовности участвовать в подобном механизме. При этом указывается, что предоставление Украине гарантий никак не будет походить на те гарантии, которые предоставляются странам, входящим в НАТО. То есть государства, которые предоставят Украине гарантии, не будут брать на себя обязательства участия в военных действиях в случае, если на Украину будет совершено новое нападение. Гарантии будут, скорее всего, символическими. Однако Китай не хочет участвовать и в подобном символическом механизме обеспечения гарантий Украины. Ван Лутун указывает, что Китайская Народная Республика не участвует в конфликте между Россией и Украиной и, очевидно, не хочет, чтобы ее под любым предлогом втягивали в этот конфликт. Усилия Запада, если говорить о китайской политике, направлены прежде всего на то, чтобы Китай не помогал Российской Федерации обходить санкции цивилизованного мира против режима Владимира Путина и уж тем более не помогал России военной техникой для более успешного продвижения российских вооруженных сил по украинской территории и новых бомбардировок украинских городов и поселков. У Китая непростой выбор в ситуации, которая сложилась в мире после 24 февраля 2022 года. С одной стороны, Китай явно не заинтересован в разрастании войны между Россией и Украиной, так это может привести к серьезным экономическим проблемам для самого Китая в случае уменьшения платежеспособности стран, с которыми Китай ведет торговлю. Однако идеологически Китай понимает те требования, которые Владимир Путин отвергает Западу. Более того, эти требования близки интересам коммунистического руководства Китая. Как и Россия, Китай продолжает считать НАТО так называемым агрессивным блоком. Как и Россия, Китай более всего опасается, что его собственное население будет поддерживать демократические принципы развития страны. Ведь подобная поддержка со стороны населения – крах для любой автократии, страшный сон для любой диктатуры. Именно поэтому для Китая, как и для России, вопрос расширения НАТО – это вовсе не вопрос угрозы национальной безопасности, как об этом нередко говорят и в Москве, и в Пекине. Это вопрос существования авторитарного путинского режима в Российской Федерации и вопрос сохранения режима правления КПК. При этом экономически режим КПК куда более эффективен, чем путинский режим. И в Китае уверены, что автократия может еще долго гарантировать Китаю стабильное экономическое развитие и, вместе с тем, сохранение того режима, который установился в этой стране после победы коммунистов еще в сороковых годах прошлого столетия. Но, опять-таки, есть очень важное условие сохранения этого режима. Это не только борьба с любой свободной информацией. Это не только контроль над интернетом. Это не только содействие тем внешнеполитическим приоритетам, которые продвигает российский режим. Это и стабильная экономика. И тут Китай оказывается в самой настоящей ловушке. С одной стороны, очень хочется помочь Владимиру Путину добиться от Запада согласия с нерасширением НАТО, с нерасширением Европейского Союза и, самое главное, с нерасширением демократии как таковой. И в этом смысле сфера российского влияния, если она будет установлена во всех бывших советских республиках, объективно в интересах Китая. Демократическая Украина или демократическая Беларусь точно так же не нужна коммунистическому Китаю, как и путинской России. С другой стороны, продолжение военных действий России против Украины – это удар по экономическим интересам Китая. И это удар по принципам международного права. Потому что сохранение территориальной целостности Украины является важным принципом обеспечения этого международного права. И в этом Китай действительно заинтересован. По крайней мере на сегодняшний день. Потому что и сам хотел бы, чтобы его территориальную целостность признавали. Как ни парадоксально, для Китая эта территориальная целостность вкорчает и Гонконг, и, разумеется, Тайвань, на который Китай имеет собственные претензии, так как считает его частью своей территории. И если Россия хочет вынудить Украину признать собственные права на Крым, то это означает, что и на Пекин можно давить с тем, чтобы он отказался от собственных прав на Тайвань. Может быть, именно в этой сложной коллизии и состоит желание Китая сохранить хотя бы относительный нейтралитет в ситуации, которая сложилась после путинского нападения на Украину. И очевидное желание Китая, чтобы война, развязанная Владимиром Путиным, закончилась как можно быстрее. В Пекине, собственно, и ожидали быстрого окончания этой войны. Именно того, что война не будет долгой, Владимир Путин мог обещать представителям Китайской народной республики Си Цзиньпин во время собственного визита в Китай на открытие Олимпийских игр. Но становиться гарантом безопасности Украины, поддерживать Украину напрямую Китай не станет. И это тоже связано с той сложностью решения внешнеполитических задач, которая оказалась для Китая, по сути, неразрешимой после начала Российско-Украинской войны. Спасибо, друзья! Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который поможет нам развивать эти проекты. Удачи!